На ближайший завод и потом возвращается на ближайшую стройку, куда это все нужно. А не только на эту стройку. Вот так вот. И дальше. Возвращается на завод? Нет, он, соответственно, по планам, он едет с завода на стройку. А второе, причем, он едет на другой завод и на ближайшую стройку, к той стройке, где он был. Ну, или можно сделать, на самом деле, на ближайшую стройку к этому заводу. В общем, чтобы он успел съездить, и чтобы было эффективное использование транспортных средств и меньше пустых пробегов. Не, ну, скорее всего, из Рязани он приедет в какую-нибудь стройку и быстренько здесь поездит. Ну, это если он успеет по СМИА, не успеет. Сюда. Так. Следующий. И, в общем, эффект должен быть от интеграции до оперативного ослеживания всего автопарка. И снижение пустых пробегов на 5-15%. Причем для расчета мы сначала использовали просто расстояние между географическими координатами. Потом мы стали получать данные от ХИРКОМ именно расчет пути для грузовых транспортных средств с учетом пробок. И в том числе не только в метрах, ну, в километрах, но и по времени в минуту. И здесь, соответственно, мы учитываем время. Ну, сам алгоритм выглядит так. Мы берем рейс-моблет, по которому мы собираемся смотреть во вторые плечо логистическое. Смотрим, когда он, ну, планируемое время завершения его. То есть это время на то, чтобы он добрался до стройки. Время, чтобы он, ну, сначала загрузился на заводе, возгрузился на стройке. И вот это время, когда он освобождается. И дальше мы смотрим все рейс-моблеты, которые идут дальше по этому времени, с учетом времени, чтобы добраться до этой стройки. Вот. Да, до завода. И мы, на самом деле, как раз провели подсчеты и обнаружили, что алгоритм позволяет по тем данным дням, которые вам дали за ноябре, в некоторых случаях он находил, что 5% листьевых комплектов можно найти второе плечо. Некоторых 15. А если, на самом деле, рейс-моблеты было очень мало, как в последнем, не там, 30-е, кто там думал? Посмотреть этот трафик от отчетности на сайте, если вы авторизовались. А есть комплект второй плечо, вы скажете? Ну, второе плечо, это будет следующий рейс-комплект. Да, да, да. И есть комплект второй? Да, да, да. Оперативное отслеживание всего автопарка, в принципе, будет выводиться для каждого пользователя по отдельности. Ну, то есть для каждой группы пользователей будет выводиться свое. Например, логист будет видеть полную информацию, все объекты, все водители. И когда он захочет, допустим, ему придет какое-то задание, ему надо будет определиться, куда добавить, ну, кому передать это задание, у него будет по алгоритму высвечиваться только ближайшие, например, водители, которые могут выводить данное задание, не ущерб текущего рейса, и он может его выбрать и отправить туда. Если водитель, например, сам не обладает телефоном, ну, то есть не может это увидеть, а как это нужно, за него это делает диспетчер, который получает такую же информацию, может быть, ну и той, и он может с ним связаться, соответственно, с своим водителем, сказать ситуацию, согласится он или нет, и за него принять решение. Соответственно, после этого алгоритм будет пересчитан для этого водителя его пути, и он может уже ехать по новому машину. Сам же водитель, например, когда зайдет на сайт, он будет видеть только... А, извините. Сам водитель, если зайдет, будет заходить на сайт, он будет видеть, во-первых, себя, во-вторых, он сразу у него будет отображаться весь путь всех рейсов с указанием точек, где он должен остановиться, и что он там должен погрузиться, выгрузиться. Он также любой пользователь этой системы сможет оперативно смотреть актуальную информацию по тем же самым заводам, по тем же самым автомобилям. В данный момент мы, к сожалению, на Хакатане это не успели доделать, но это в планах действует, но мы хотели это успеть. Не бы лучше. И когда, например, тот же самый логист и диспетчер может на карту нажать на водителя, будет выходить, помогать на меню, краткая информация о нем, и выстроить кнопки, например, чат и звонок. То есть он может прямо сразу с сайта быстро нажимать, для того, чтобы сократить время для поиска такой информации где-то еще. В чате там может сразу как бы написать водителю, водителю объявлять, соответственно, ну, в телефоне, если у него есть. Он сможет сразу ответить, например, что стоим, что произошло. Попал в аварию, оформляю там заявку. Разные ситуации. И, соответственно, водителю может сразу принять ограденные меры, посмотреть, как он может раскидать этот маршрут. В принципе, можно задействовать также алгоритм, чтобы он пересчитал этот маршрут, предложил ему варианты. И он, соответственно, также по этой карте может быстро перекидывать эти задания на других водителей, чтобы не терять тайминг и, соответственно... Нет, мы не успели это сделать. Да, к сожалению. Ну, нам почему не успели сделать, потому что не понятно. Коллеги, а что с информируем? Сейчас. Информируем, если заканчивается, получать. Соответственно, он должен получать все уведомления либо в Telegram, либо в приложении. То есть это уже тоже на будущее. По изменению статуса. И в любом случае он должен видеть, сколько у него уже дошло из этих резкомплектов и сколько еще в пути. Вообще взаимодействие еще планировалось таким образом, что, например, водитель приехал на точку. Он себя нажал, если он в приложении, он себя нажал, что я приехал, будет разгружать. Тот, который на той же самом объекте находится, он тоже нажал, например, по мне приехал водитель. Если загружать 20 панелей, ждем разгрузки и наоборот погружаем все это панели. Все это информация, естественно, будет логироваться в системе, то есть учитываться. И потом в дальнейшем можно будет посмотреть статистику всего этого дела, кто когда сколько чего отгружал. И на этой статистике можно тоже будет делать анализы и в дальнейшем как-то оптимизировать, более оптимально просчитывать маршруты и предлагать более оптимальные варианты решения каких-то, например, финансовых проблем, чтобы сократить страты на такие действия. А должен быть сайт рекомендующий? Да, дальше. Нет, здесь он уже... Вот, соответственно, в дальнейшем так же... Ну, то есть так у нас сайт и так адаптивная верстка, но было бы, естественно, неплохо еще и мобильное приложение, поэтому мы в перспективе его тоже затейсливали. Учет первичной документации мы тоже планировали сделать так, чтобы документы можно было бы прикреплять в PDF, в PDF или любого другого формата, который предлагает в Метвертикум. Это будет тоже заниматься какой-то человек в системе, у которого есть такие предназначения. И они будут автоматически прикрепляться к рейсам, к заказам, ну, в общем, ко всему, чего это требуется. И, соответственно, в случае необходимости всегда можно будет как-то тоже по ссылке, например, на рейс нажать и как-то показать документы, он утверждает, что мы должны это погрузить и погрузить. Темой, кто-то в описании, вы не подумали? Пока еще нет, мы как бы много было задач, которые надо было решить. Это вот наша команда. Практически команда разработчиков. Спила. Мы использовали, значит, PHP, MySQL, JS. Мы также задействовали, как уже был ранее, иро-технологии, то есть и map, и роутинг. Также мы туда... Оск не работает. Гео-кутинг. Еще задействовали Google Check для графиков. Дальше вы готовы готовы? Ну, конечно. Да, конечно. Естественно, как бы только при... Если я обсуждаю с вами. Потому что все равно это очень частная задача. И здесь... Подрядчиками? Можем... Ну, я как минимум как считать могу. А так можно и подрядчиками. То есть, зависит от того, как вам удобнее. Ну, я думаю, мы можем договориться. Типа свое, или чужое, да?